Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с гостями мероприятия. Мария, расскажите про вашу компанию, чем она занимается? Inventive Retail Group работает на рынке с 2005 года. Занимаемся развитием сетей фирменных магазинов. В нашем портфеле монобрендовые магазины и мультибрендовые. Исторический наш проект Restore. Работаем на сегодняшний день уже в четырех сегментах рынка. Потребительская электроника, детские товары, спортивные товары и немного ювелирные украшения. Расскажите, представлена ли целевая аудитория вашей компании сегодня здесь на форуме? Скорее мы здесь для обмена опытом, поэтому целевая аудитория нет, поскольку мы не подрядчики. А поделитесь своими впечатлениями о деловой программе. Кто-то вам понравился больше? Очень живая атмосфера. Радует то, что неделя ритейла превращается в такую правильную… Ну, она уже давно таковой является, но усиливает эту роль, превращается в площадку для общения профессионалов, для обмена опытом, для поиска новых полезных контактов. Это меня радует здесь. Расскажите про последние тренды в отрасли вашей. В отрасли ритейла основные тренды, на мой взгляд, это продолжающийся тренд на умниканальность. Мы об этом говорим уже очень-очень давно, но тем не менее этот тренд до сих пор актуален. И как бы ни, может быть, смешно звучало, но далеко не все игроки рынка этому соответствуют в полной мере. Я убеждена в том, что чистый офлайн или чистый онлайн не имеет будущего. С точки зрения других трендов я бы отметила такое явление, как то, что ритейл сам по себе перестает быть просто площадкой торговой. Ритейл превращается в площадку, куда люди могут прийти по интересам, за новыми знаниями, за новым опытом, просто за общением с близкими людьми, с друзьями, даже с нашим персоналом, чтобы узнать интересные новости бренда, новости на рынке. Поэтому, по крайней мере, с точки зрения премиальной розницы, к которой мы себя относим, этот тренд очень-очень важен, мы стараемся ему соответствовать. Ну и, безусловно, мы не стоим в стороне от такого явления на рынке, как маркетплейс. Понятно, что они влияют на нас в том числе. Мы стараемся найти свой путь, как с этим каналом тоже работать. Ну и будьте ближе к своему потребителю, знайте о нем как можно больше и используйте эту информацию для того, чтобы совершенствовать свой бизнес. Вот такие последние тренды отрасли. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok